МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события в студии Михаил Ермоленко. О главном за неделю расскажем через минуту. В Самаре продолжают возводить станцию метро «Театральная». Расскажем о новых подробностях этого масштабного проекта. Члены штаба по подготовке Самары к отопительному сезону подводят итоги работы по перекладкам теплотрасс. Рассказываем, сколько объектов теплосети осталось модернизировать и при каких условиях в городе включат отопление. В Самарской области разработают новый законопроект. Он позволит компенсировать стоимость жилья в расселяемых домах, подлежащих сносу по рыночной цене, и получить жильцам разницу между этой суммой и реальной стоимостью жилья на рынке недвижимости. Вернулись с золотыми медалями. Два самарских спортсмена победили на чемпионате мира по тайскому боксу. Дополнительные проверки, новый пост для замеров и высадка деревьев. Глава Самары Елена Лапушкина на этой неделе встретилась с жителями Куйбышевского района, чтобы обсудить проблему качества воздуха в микрорайоне Волгарь. На неприятные запахи люди жалуются уже не первый год. Эксперты и надзорные органы регулярно проводят замеры выбросов вредных веществ в воздух. Анализируют ситуацию, но однозначно назвать источник неприятного запаха пока не удалось. Тем не менее, на встрече разработали комплекс мер, чтобы попытаться решить проблему. Подробности в сюжете. Невозможно открыть окна, удушающий запах. То ли газ, то ли сероводород, то ли канализация. С такими жалобами по поводу качества воздуха обратились к главе города Елене Лапушкиной жители микрорайона Волгарь. Встреча прошла на предприятии «Городские очистные канализационные сооружения» с участием представителей надзорных органов и общественных организаций. Власти выслушали обращения жителей и выводы экспертов. На наш взгляд, проблема требует комплексного решения, поскольку есть фактор деятельности промышленных предприятий, есть фактор розоветров, есть фактор наличия на территории района иных возможных природных источников негативных запахов. У нас есть озера здесь, у нас необходимо дальнейшее изучение дополнительных факторов, которые могут влиять на в целом то или иное превышение. На встрече обсудили несколько путей решения проблемы. По просьбе жителей проработают вопрос установки дополнительного поста замеров качества воздуха на 116-м километре. Елена Лапушкина поручила создать комиссию и открыть телефон горячей линии. В случае сигнала от жителей об усилении запаха, комиссия будет выезжать ночью для проведения замеров вблизи домов и в квартирах. Также глава Самары обратится к нефтеперерабатывающему заводу с просьбой обеспечить комиссии доступ на предприятие. Встречи проведут с представителями всех предприятий, которые работают на территории Куйбышевского района, с участием инициативной группы жителей. Это целый комплекс мероприятий, которые необходимо проводить на территории этого района. Сегодня неоднократно уже людям говорило, что не надо навешивать ярлыки ни на одно предприятие, потому что нет никаких доказательств, нет таких вот 100% установленных, что именно это предприятие совершает выбросы, именно от этого они страдают. Но нет таких доказательств. Договорились двигаться поступательно. По требованию природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзор и Росприроднадзор выйдут с 10-дневными проверками на два самых крупных предприятия района – Самарские коммунальные системы и Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. В ближайшие дни, начиная с пятницы и продолжая на следующей неделе, будут организованы соответствующие внеплановые мероприятия по контролю с проведением замеров в соответствующих точках на границе санитарно-защитных зон. И в тех местах, где это требует регламент проведения надзорного мероприятия. В случае выявления несоответствия обязательным требованиям санитарного законодательства и превышения нормативов, меры будут приниматься в соответствии с Кодексом административных правонарушений. Мы составляем протокол и передаем дело на рассмотрение в суд. На встрече также договорились обсудить в ближайшее время высадку деревьев для создания защитной полосы и улучшения качества воздуха в Куйбышевском районе. Все принятые решения лягут в основу дорожной карты, о ходе реализации которой администрация будет регулярно информировать жителей. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. В Самаре на финишную прямую вышла подготовка к предстоящему отопительному сезону. Об этом на прошедшей неделе рассказали на заседании специального городского штаба под руководством первого вице-мэра Владимира Василенко. Как заверили в профильном ведомстве, модернизация теплотрасс идет в штатном режиме. Сейчас подрядчики активно трудятся на восьми дополнительных участках. Владимир Василенко рассказал, что эти теплотрассы ремонтируют с небольшим опережением графика. Перекладки труб на 12 первоначально запланированных объектах по большей части завершены. Осталось всего два участка. Кроме того, первый вице-мэр пояснил, что никакие работы не повлияют на своевременный пуск отопления. На штабе речь также шла о жилищном фонде. Он, по оценкам специалистов, в высокой степени готовности к отоп-сезону. Напомню, что согласно нормативным требованиям, отопительный сезон начнется, когда температура воздуха не будет превышать 8 градусов в течение пяти дней. В Самарской области разработают новый законопроект, который позволит в случае расселения жителей из домов, подлежащих сносу, не просто компенсировать стоимость жилья по рыночной цене, но и выплатить разницу между этой суммой и реальной стоимостью жилья на рынке недвижимости. Идея нового законопроекта возникла после того, как началось строительство станции метро «Театральная» и появилась необходимость расселения домов по Галаксионовской. Тему продолжит Виктория Шарая. Последняя заключительная станция на первой ветке Самарского метро «Театральная» нужна с этим, согласны в том числе и жители домов, попадающих под расселение из-за ее строительства. Задача областных и городских властей сделать так, чтобы, создавая удобство одним, не ущемить интересы других самарцев. Как это сделать, обсуждали сегодня на приеме граждан под руководством главы Самары Елены Лапушкиной с участием представителей областного правительства и Самарской губернской думы. Под расселение попадают жители нескольких домов на Галактионовской. С представителями каждого строения областные и городские власти встречаются отдельно. В этот раз общались с жильцами 153-го дома, у которых особая ситуация. Два года назад стена жилого строения рухнула. Здание признали аварийным, жильцов расселили. Но быстро восстановить дом было невозможно. Здание является объектом культурного наследия. Проект реконструкции утверждают на федеральном уровне. Пока проходила госэкспертиза, история получила новый виток. Все дома, расположенные по ходу строящейся ветки метро, подлежат сносу. 153-й, который охраняется государством, не снесут. Но жить в такой ситуации людям в нем нельзя. Жители готовы к переезду, причем рассматривают разные районы города. И сейчас ждут оценки стоимости их жилья. Эмоции, ну, их на самом деле за два года, который прошел с момента обрушения дома, их осталось не очень много. Скажем так, у нас уже не первый раз, когда это меняется, ситуация по дому. То есть сначала то, что он будет снесен, потом то, что он будет восстановлен, то, что мы вернемся. Теперь то, что мы однозначно туда уже не вернемся. Поэтому на самом деле все ждали просто решения, что просто оно было. И все просто люди переехали, жили дальше спокойно. Вопросов у жителей в связи с переездом возникает немало. Те, кто проживал в квартирах 153-го дома по социальному найму, переживают, устроит ли их новое жилье с точки зрения транспортной логистики. Те, у кого в доме были собственные квартиры большого метража, опасаются их несправедливой рыночной оценки. Безусловно, вот с каждой семьей надо индивидуально прорабатывать. Потому что где-то речь, я думаю, малолетних детях, где-то есть инвалидности. Договорились, что сегодня представитель подрядчика, да, еще раз. Посмотрят оценку всех квартир, которые есть в этом доме. Посмотрят, какие были упущения. Вот вы слышали, да, что люди жалуются, что риэлтор не зашел в квартиру, не посмотрел по факту. И сомневаются в профессиональной оценке их имущества. Ну и, конечно, проговорили о том, что если люди не согласны, что мы должны в обязательном порядке пройти судебные инстанции, чтобы поставить точку, чтобы люди уже понимали свои права. Но самое большое беспокойство областных городских властей вызывают те жители, в собственности которых небольшое количество квадратных метров жилой площади. Есть и те, кому принадлежит не более 3-7 метров. В соответствии с ненедействующим федеральным законодательством они могут получить компенсацию по рыночной стоимости жилья. Но ее явно недостаточно, чтобы приобрести хорошую квартиру. Поэтому областные власти инициировали новый закон, который позволит исправить ситуацию. Губернатором Дмитриевичем Мазаровым, как секретарем регионального отделения партии «Единая Россия», было поручено фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе разработать такой подход, чтобы в таких ситуациях имела право и возможность Самарская область в лице правительства выплачивать разницу в стоимости между вот той выплатой компенсации, которая положена, и до той суммы, которая позволит приобрести реально жилье. Согласно законопроекту, Самарская область будет выплачивать разницу в стоимости между суммой компенсации, которую выплатят жителям и стоимостью будущего жилья. По поручению губернатора нашего секретаря и нашего регионального отделения партии «Единая Россия», наша фракция сейчас разрабатывает наш региональный законопроект для того, чтобы они могли приобрести себе достойное жилье. В ближайшее время новый законопроект будет рассмотрен на комитете Самарской губернской думы и его примут. Средства на его реализацию в областной казне есть. Виктория Шары, Константин Головин, События. Тем временем строительство станции «Метро театральная» вошло в активную фазу. Сейчас подрядчик занимается переносом инженерных коммуникаций с тех мест, где в дальнейшем будут рыть котлован. Наша съемочная группа побывала на месте будущей подземки, и я расскажу подробности. Процесс переноса инженерных коммуникаций – один из важнейших видов работ в рамках строительства новой станции Самарской подземки. Здесь, рядом с площадью Куйбышева, где расположится театральная, проходит множество сетей водоснабжения и водоотведения, электрические кабельные линии и кабели связи, сети теплоснабжения и газовой магистрали. Скорректировать расположение этих коммуникаций необходимо, чтобы не нарушить инфраструктуру города. Здесь, в историческом центре, находятся не только жилые дома, но и крупнейший в Самаре театр – опера и балета. Сейчас в сквере на пересечении Галаксионовской и Вилоновской специалисты занимаются переносом теплосетей, при помощи которых в учреждения культуры поступает горячая вода и отопление. На сегодняшний день подача осуществляется штатно через улицу Рабочую. Этот нужен вынос коммуникаций для проходки из самого туннеля, дальнейшего, который будет служить как туннель метрополитена. Мы работаем по тех условиям, которые выдали ресурсоснабжающие организации. Они обследовали свои сети и дали тех условия на вынос данных сетей. Казалось бы, такая масштабная работа приносит некоторые неудобства, но жителей это не пугает. Главное, чтобы долгожданная станция метро наконец открылась. Я езжу в Безымянке и, естественно, на метро Победа сажусь, здесь выхожу на работу. Это просто будет суперсчастье. Конечно, метро – это прекрасно. Вовремя приходит, вовремя приходит, ты не будешь опаздывать никуда. Одновременно с подготовительными работами в районе перекрестка Галактионовская-Вилоновская специалисты трудятся в сквере на пересечении Красноармейской и Галактионовской. Предстоит прокладка водовода. Там сейчас разбита трасса под вынос и прокладку водовода, которые подойдут, если будем говорить, к забору, который со стороны Красноармейской. Дальше потом будет горизонтальное наклонное бурение, будут тащить 1200-1100 трубу в виде гильды и потом в нее протаскивать водовод. Это второй этап по этому работу, по этому скверу. При этом подрядчику поручили максимально сохранять все зеленые насаждения. Ни одно дерево не должно быть спилено, а после работы газон и автополив необходимо восстановить. На перекрестке Вилоновской и Галактионовской в ближайшее время выполнят горизонтальное бурение в рамках выноса газовой трубы среднего давления. А после переноса водовода и теплотрассы службы займутся и электрокабелями, которые проходят под дорогой на Вилоновской. Затем аналогично вынесут коммуникации по Галактионовской. Причем планируют все сделать синхронно. Работать будут открытым способом, то есть выруют котлован. Дорожное движение не остановят, но полосу немного сузят. После этого мы переходим на вторую полосу, которая по улице Вилоновской. Там идет вынос водовода, а потом продолжение работ дальше, потому что по электрокабелю, который в данной ситуации потом мы полностью перекрестся к Вилоновской, закрываем асфальтом, верхним слоем. Это мы сделаем, я думаю, часа 15 октября. После окончания этих работ специалисты продолжат заниматься водоводом, который идет от улицы Вилоновской в сторону 153-го дома по Галактионовской, по нечетной стороне. Коммуникации там перенесут открытым способом. Также нужно будет переключить все дома, которые находятся на этом отрезке. Кроме того, в ближайшее время вынесут ливневые коллекторы в районе улицы Полевой. В сентябре планируется закрытие улицы Новосадовой от улицы Первомайской до Полевой. Также напоминаем жителям расселяемых домов, что с 5 сентября в администрации Ленинского района работает кабинет, где юристы и специалисты в сфере жилищного строительства бесплатно консультируют самарцев, проживающих рядом с будущей станцией метро. В приоритете адресный, индивидуальный подход к каждой семье, чтобы жители исторического центра города взамен прежнего жилья получили новое, такой же или большей площади. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Лесные пожары в России нанесли ущерб более чем на 9 миллиардов рублей с начала этого года. Из них 5,5 миллиардов составляют расходы на тушение возгораний и почти на 4 миллиарда оценили вред, причиненный лесному хозяйству. Общая площадь возгораний составила более 3 миллионов гектаров. Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов. Министр напомнил, что по итогам прошлого года экономический ущерб из-за лесных пожаров превысил 12 миллиардов рублей. На размер суммы влияют такие факторы, как интенсивность лесного пожара, оперативность тушения, доля крупных пожаров, количество сил и средств, привлекаемых к ликвидации возгораний. Еще один подарок Самаре на день рождения. В городе появился новый сквер. Обновленная локация находится на Ташкентской 170, недалеко от больницы Середавина. Кроме зоны отдыха, для горожан здесь появились детская и спортивная площадки. Как преобразилось общественное пространство, увидели наши корреспонденты. Праздничным концертом и мастер-классами в Кировском районе Самары в канун Дня города открыли сквер на Ташкентской 170. О новом общественном пространстве местные жители мечтали не один год, рассказывает Лариса Казаченко. До этого на неблагоустроенной территории располагались незаконные постройки, в том числе гаражи. Самарцы решили принять участие в программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Проект будущего сквера разрабатывали при поддержке районной администрации и Департамента городского хозяйства и экологии. В итоге получилась качественная зона отдыха и развлечений. Совсем по-другому начала звучать территория. У нас уже сейчас даже есть определенные с жителями наработки сделать вот здесь вот аллею памяти. У нас очень много было участников Великой Отечественной войны, героев Советского Союза. И как бы хочется озеленить теперь уже этот сквер именно благородными какими-то сортами деревьев, за которыми мы хотим ухаживать и хотим, чтобы наш сквер приобрел еще более красивый вид, еще более значимым, удобным стал для жителей. Сквер протяженностью 200 метров занял площадь почти в половину гектара. На этой территории разместился спортивный городок, турники и стена для скалолазания. Дополнили общую картину качели и оригинальные фонари. Также были установлены скамейки и лавочки. За содержанием и порядком обновленной локации будут следить спецремстрой «Зеленхоз» и неравнодушные жители города. Инициатива граждан была уже давняя. На этой территории сделать сквер. Инициатива была поддержана в городе, ее включили в состав общественных территорий. После этого пошла реализация в рамках голосования. Департамент городского хозяйства им спасибо. Они подготовили такой проект красивый. Еще одно общественное место, место отдыха, оно связано с больницей Середавина. То есть люди будут просто рады. Проезжают сюда своим родственникам, знакомым, которые проводят время на лечении. И здесь есть время для того, чтобы хотя бы немножко как-то отдохнуть, встретиться, поговорить. Новый сквер уже облюбовал уместные детвора. Для молодежи и старшего поколения обновленное пространство также стало местом притяжения для культурного и комфортного отдыха. Напомним, сквер по улице Ташкентской занял второе место в рейтинговом голосовании по отбору проектов благоустройства общественных территорий города, которое проходило в период с 26 апреля по 30 мая этого года на единой государственной платформе за.городсреда.ру. За обновление сквера проголосовали почти 25 тысяч человек. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Василий Калдашов. События. В регионе стартовал дополнительный период сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Он предназначен для тех, кто не проходил итоговую аттестацию в основное время проведения экзаменов по уважительной причине, а также выпускников, получивших неудовлетворительные результаты. Первый экзамен, аттестация по математике, прошел в понедельник 5 сентября. 8 сентября выпускники сдавали русский язык. 12 сентября пройдут испытания по биологии, географии, истории и физике. А 15 сентября выпускники сдадут иностранные языки, общество знания, литературу, информатику и химию. С 20 по 24 сентября – резервные дни. Испытания продлятся до конца месяца. В ноябре жителей Самары ждет грандиозное шоу – концертная программа «На льду. Вертикаль времени Высоцкого». По этому случаю на этой неделе прошла пресс-конференция, посвященная презентации уникального масштабного проекта. Впервые авторы решили соединить на одной площадке живое исполнение песен культового барда и творчества фигуристов. Остальные подробности в нашем сюжете. Его стихи по-прежнему живее всех живых. В ноябре исполняется 55 лет со дня первого концерта Владимира Высоцкого в Куйбышеве. В Самаре в честь барда названа не только улица, но и с недавнего времени обновленный дворец спорта. 26 ноября в его стенах пройдет ледовое шоу «Вертикаль времени Высоцкого». Это уникальный масштабный проект, аналогов которому в России еще не было. Для жителей города будет очень хороший сюрприз, потому что один из участников концерта Александр Эвскляр исполнит песню, которая практически никогда не исполнялась в больших концертах, крайне редко. Не буду сейчас говорить, что это за песня, но она посвящена культовшего. В ледовом шоу примут участие именитые фигуристы, а также народные артисты театра и кино Дмитрий Харасьян, Нона Гришаева, Дмитрий Дюжев, Александр Домогаров, Никита Высоцкий. Они прочитают стихи и исполнят песни культового барда. Организаторы надеются увидеть на концерте и молодых ребят, ведь жизненные ценности, которые звучат в песнях музыканта и по-настоящему народного артиста, и по сей день актуальны. Нам очень важно, чтобы к этому творчеству прикоснулись и получили удовольствие, наверное, не только мы, которые все это впитали, для которых это все очень дорого, но и нынешнее подрастающее поколение. Такая идеология, я думаю, что это огромная ответственность, считаю уникальной задумкой, и действительно, конечно, наша Россия, она талантлива по всей теме, в частности, режиссер, и датвое любви к умеет. В этот вечер воспоминания о Высоцком перемешаны с его фотографиями, фрагментами из биографии. Он будто рядом и заряжает всех своей неисчерпаемой энергией. Я приглашаю вас всех порадоваться за тот день, когда Володю Высоцкому повезло выступать в Саваре-эстадионе. Встретимся! Ледовый концерт, который пройдет 26 ноября, откроет череду событий, посвященных юбилею Владимира Высоцкого, который состоится в 2023 году. Михаил Гермоленко, Ксения Баканова, Василий Колдашов. События. Сборная России выиграла чемпионат мира по тайскому боксу с огромным отрывом от других стран. 43 медали против 7 у страны-основателя этого вида борьбы – Таиланда. Среди победителей и двое подростков из Самары – Анастасия Наумова и Максим Кожанов. Они стали чемпионами мира в своих возрастных категориях. Виктория Шарая поговорила с молодыми спортсменами и расскажет подробности. Многолетние тренировки, огромные трудозатраты, но и без удачи тоже не обошлось. 11-летняя Настя Наумова и 17-летний Максим Кожанов в тайский бокс пришли три года назад и сразу стали показывать хорошие результаты. Ну, более разнообразное количество ударов разных. То есть в обычном боксе там только руки, а здесь и руки, и ноги, и локти, и колени. То есть больше разнообразных. Знободы, да, такое? Ребята победили в чемпионате области, в всероссийском турнире, а затем заняли третьи места в первенстве России. В такой ситуации путь на чемпионат мира для спортсменов был закрыт, но ехать туда обладатели первых и вторых мест отказались. Так у ребят появился шанс показать себя в Малайзии. Вот только каждому требовалось около 400 тысяч рублей для поездки. Таких денег у родителей Насте и Максима не было. Но затем курс доллара упал и появилась надежда собрать нужную сумму. И мы начали собирать. То есть, по сути, помогали неравнодушные люди, кто занимается также тайским боксом и наблюдая за ребятами, кто их знает. И также часть от федерации тайского бокса Самарской области. Всем миром, так скажем, собрали. В итоге суммы, которую собрали на поездку, хватило только ребятам. Тренеру пришлось остаться в Самаре. По этой причине, к сожалению, я уже не смог полететь, как тренер с ними. То есть, я осуществил полноценную подготовку, настрой и дальше уже по телефону их сопровождал везде. И давал какие-то постоянные комментарии, настраивал как на бои, так и по всему, что там происходило. В Малайзию ребята добирались шестью пересадками. До Москвы их сопровождала мама Настя. В следующих перелетах шефство над юными спортсменами взяли боксеры из Сургута. А в Малайзии ребята поступили в распоряжение тренера сборной России. Было страшновато, но я справилась и я очень рада. Ну да, было сложновато, но нас тренер сопровождал все равно по телефону, поддерживал и давал советы перед боями. Всю неделю, что шли бои, тренеры и родители наблюдали за ребятами в режиме онлайн. Первая медаль чемпиона завоевала Настя. Когда я смотрел бой Насти, я находился дома с семьей. Мы всей семьей кричали, радовались. Не скрою, что даже слезы навернулись в этот момент на глаза. Я не мог успокоиться в течение всего дня. Даже сейчас говорю и возникает какое-то волнение. И Максим полноценно как будто слышал меня, то есть то, что я ему кричал, он делал все один в один. Как в компьютерной игре. То есть я как будто играл в компьютерную игру, управляя джойстиком, бойцами. И это прям вот на 100% получалось. Ребята стали чемпионами мира в своих возрастных категориях. Титул нужно будет ежегодно подтверждать. А в ближайшее время самарские спортсмены надеются принять участие в чемпионате Европы. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. Это был итоговый выпуск новостей. Всего доброго, хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин